МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это китайская тушь, и если бы вы обратили внимание, то, конечно, размеры, вот эти объемы, они впечатляют, да, как-то. Вот столько воздуха, но это такая вот какая-то новая особая эстетика. Специально она не готовилась, это просто текущие работы, то, что я делал за последние полтора месяца. Это то, что вы видите вот в этом зале черно-белое. Тушек я давно работаю, просто вот подобные форматы. Честно говоря, мне друг подарил рулон ватмана, и вот я его стал раскатывать. И решил сделать серию подобного, ограничить у себя в средствах, потому что просто черная краска на белой бумаге, это же заужение возможностей. Эта работа, которая пошла на афишу, она наиболее плотная, наиболее концентрированная, и я так считал, что она может смотреться и в маленьком размере, и в большом, поэтому я выбрал ее. Первым авангардистом в печатной графике в нашей республике, не в России, а в нашей именно республике, стал играть серию. Потому что он первым перешел вот эту вот ступень привычных форм. И его вот эти гротескные образы, стилизованные, подчас кажущиеся такими примитивистскими ходы, но на самом деле они очень сильные, глубокие такие. Живопись, там уже конкретика, там нужно читать название работ, нужно стоять возле каждой и смотреть, а здесь названия нет, здесь просто вряд лиц. Каждый лист, это импровизация на определенную тему, вот тема растений. Стараюсь от всего отречься и освободиться. Также эти же чувства я хотел бы, чтобы передались зрителям. Насколько ты искренне делаешь свою работу, тем она и сильнее получается. Живопись смотришь на нее, прям вот думаешь, чем на то слово живопись, это точное определение того, что здесь можно увидеть. Она живая, очень сочные цвета, как они располагаются между другом, создается некая вибрация, и ты прям попадаешь во внутренний мир героя, экспрессия, которую ты чувствуешь и понимаешь. Очень впечатлен всем, что я здесь увидел. Я не специалист, конечно, может быть, от таких-то нюансов, тонкостей не до конца все понимаю, но я готов думать об этом, не знаю, 3 дня, 4, неделю. Условно говоря, от смеха до содрогания я здесь пережил все эмоции, которые только может пережить человек.